Завтра в 1.4 финала Евро 2020 встретятся сборные Украины и Англии. Матч настолько серьезный, что даже в Мариуполе его будут транслировать на Площади Свободы. А сегодня мы решили выйти на улицы города, чтобы узнать, какие шансы у сборной Украины на победу. За футбол, за Украину. Где? Где будете смотреть? В сердце, в душе. А смотреть где будете? Смотреть на телефоне. В телефоне? Да, на ютубе. Мы болеем с нашей родной Украиной, с нашими товарищами. У нас родной и дружеский город. И потому что мы болеем за нашу сборную Украину. 40 миллионов, которые поддерживают их, я думаю, они выложатся на 100% и не покажут себя на все 200%. В Свеции выиграли. А как считаете, у Англии выиграют? Я хочу, чтобы они выиграли. А выиграют или нет, я не специалист. Будете болеть очень сильно, как вы думаете, они выиграют? Болеем, болеем. Вы завтра будете? Где будете болеть за сборную Украины? Ну где? Дома буду смотреть. Я привык дома болеть. Мы собираемся там определенными соседями. Поэтому, естественно, за сборную Украины будем надеяться, что они добудут перемогу над англичцами. Шева что-то придумает, я думаю. Такая же компактная игра, как со шведами в обороне. Два опорника. Против англичан тяжело будет, конечно, играть. Мы понимаем, что Англия – это топ-сборная. Ну, наши уже доказали, что могут играть и против Испании, и против той же Франции, и против Португалии. Так что будем надеяться. Программу максимум они выполнили. Играю не хочу. То есть свое удовольствие. Извините, Англия все-таки сильнее. Не крути. Да, стараться будем, но вы извините. Шевченко вам вообще как тренер он нравится? Он перспективный как тренер? Он только кричать может. Это раз. Во-вторых, благодаря, что он взял трех итальянцев, помощников, вот они ведут. А он только руки в карман и бегает. Дуже сын болит. Ой, прямо они с внуком, я не знаю. Дуже болит. Дуже рады. Дуже им желаем здоровья. А вы болеваете разом с ними? Я раньше вообще на стадион бегала. Я отвечала. Оле, Оле. Старенький сам. Дома. Дома у телевизора с пивком, с чипсами, с орешками. Без пива. А с чем? С водой? С напитком. К вас? Ну, можно и к вас. Спортивный интерес должен быть. Без победы нет желания. А без желания невозможно выиграть. Конкретно за шахтер и за сборную. Надеюсь, что Ермоленко себя проявит больше. Потому что он забил один гол, даже пенальти не забил. Это, понимаете. Я то понимаю всю эту нервозность, ответственность там и все. Но, тем не менее, надо быть более в этом точным. Больше нудный футбол, спрагматичный, скучный, который показали обе команды. Англия и Украина в одной восьмой, который принес обеим командам результат. Просто Англия свои моменты, скорее всего, реализует, а Украина под большим вопросом. Пока результат показывает сам за себя в одной четвертой. Есть надежда? Ну, надежда всегда есть. Взять метадона. Ну, однозначно, вы что, издеваетесь делать? Конечно, да. Конечно, Украина выиграет. Я на это надеюсь. Что поможет ей выиграть? Я думаю, поможет выиграть это. Наше взаимопонимание и поддержка нашей страны. И у них все хорошо получится. Раз первый раз в жизни вышли в одну четвертую, значит, они Англию накажут. Я люблю и украинцев. Как выяснилось, завтра за сборной Украины в Мариуполе будут болеть, конечно же, мужчины и, как ни странно, женщины пенсионного возраста. А мы желаем нашей сборной победы. Да я буду тебя дома посмотреть. Я не буду смотреть. Давай снимем, давай, ну, сними, Саш. Где бы ты смотрел? Да, ну, не, давай, нет. Я не хочу, но это борода.